Для начала я представлюсь, да, еще раз. Меня зовут Анастасия, я являюсь руководителем отдела продаж компании Инфотел. Мы аутсорсинговый колл-центр и... Так, что-то у нас ничего здесь нет. Мы запомним. А, тут просто всплывающий... Мы работаем на рынке с 2004 года и занимаемся исходящим и входящим телемаркетингом. То есть наша задача принимать звонки вместо наших клиентов, решать задачи сервиса, жалоб, оформление заявок в интернет-магазинах. А если мы делаем исходящие звонки, то это поиск клиентов, актуализация баз данных, НПС-анализы и все, что связано с звонками. Так, ну что ж, долго так, наверное, будет? Ну, это в двух словах про наших клиентов. Мы работаем с разными клиентами и с крупными сетями федерального уровня, и с мелким, но средним бизнесом. То есть, в принципе, задача решается абсолютно разного характера. Что такое сценарий? То есть, в принципе, для чего он нужен? То есть, вы вложили деньги в рекламу, да, то есть настроили CRM-системы, программное обеспечение приобрели для сотрудников. И нужно, чтобы это все в итоге приносило окупаемость, прибыль и эффективность. То есть, не мы придумали, что нужно работать по скриптам. Я думаю, что много кто из вас уже сталкивался с этой задачей и пытался, может быть, уже кого-то это работает, кто-то внедряет скрипты для разговоров. Вот. И наши операторы абсолютно все, неважно, какие задачи они решают, они работают с помощью скриптов. То есть, если мы ставим себе задачу писать скрипт, сценарий телефонного разговора, нужно ориентироваться на то, что вы хотите достичь в рамках этого разговора, да, то есть, какую задачу вы преследуете. Ну, то есть, тут, собственно говоря, на что нужно ориентироваться? На цели проекта, то есть, если это поиск клиентов, то сотрудник четко должен идти к задаче заинтересовать клиента, выявить у него потребности, предложить ему нужное решение. Если это актуализация баз данных, то он должен собрать все данные, которые у него есть в анкете. Если это прием звонка, то есть, он тоже должен выполнить свою конечную цель. То есть, скрипт это все должен отражать, не только там первый фрейм, здравствуйте, меня зовут Анастасия, компания Infotel. То есть, вся логика должна прослеживаться. Также сценарий, он должен быть ориентирован на аудиторию, с которой вы работаете, то есть, B2B, B2C, немножко разговоры разные. Потому что физические лица по одному формату разговаривают, все-таки, если это в рамках бизнес-то бизнес, там немножко другой разговор. И формат, то есть, позже я расскажу про два формата, покажу формат, который использует наш колл-центр. Ну, есть структура, а есть алгоритмы. То есть, это зависит от компетенции ваших сотрудников. То есть, если кому-то достаточно дать просто информационный массив, изучив всю информацию, этот человек может абсолютно осознанно и профессионально выдавать это абоненту, есть ряд сотрудников, которые обязательно должны двигаться по структуре, по логике. То есть, ничего не придумывать, а говорить точно так, как написано в сценарии. По своему опыту мы уже столкнулись с тем, что если это входящие звонки, это не всегда продажи, потому что, опять же, это разные бизнесы, разные задачи. Иногда лучше клиенту ничего не навязывать, то есть, рассказать о, точнее, взять у него фидбэк, то есть, узнать, с каким вопросом он звонит, решить его задачу. Ну, то есть, это направленность входящих, приемов входящих звонков. Если мы говорим про исходящий телемаркетинг, то максимально каждый звонок он должен привести к результату. Ну, то есть, не должно быть так, что он просто что-то рассказал и донес какую-то информацию. То есть, цель должна быть достигнута. Ну, и про алгоритмы построения сценария. То есть, на самом деле, здесь мы опираемся на этапы продаж. То есть, тут тоже ничего нового. Если мы говорим про прием входящих звонков, то логика такая. Мы приветствуем абонента, говорим всю необходимую, ну, с учетом вашего имиджа, вашего, ваших корпоративных, корпоративного стиля. И мы берем обратную связь у абонента. То есть, по какому вопросу он звонит, какой у него, то есть, что он хочет решить. То есть, задаем сначала первый вопрос. Далее мы его выслушиваем, работаем с этой информацией. И в сценарии у нас есть ответы на все вопросы. То есть, обычно в компании, обычно, если мы обслуживаем проект входящего телемаркетинга, и на этапе подготовки, ну, случилось так, что мы не смогли предусмотреть какие-то вопросы. То есть, у нас есть либо ведущий специалист, либо главный менеджер. У вас то же самое может быть. То есть, есть супервизор, главный менеджер, ведущий специалист, на которого можно эскалировать такие вопросы. Вот. И, опять же, сценарий, который направлен на прием звонков, он всегда должен ориентировать оператора на решение задачи. У нас в KPI операторов даже закладывается такой показатель, как сказал ли клиент спасибо. То есть, оператор получит дополнительную денежку за то, что клиент ему сказал спасибо. Ну, там, естественно, когда вы выстраиваете систему KPI для специалистов, которые принимают звонки, и там много разных факторов, и лояльность, и доброжелательность. Ну, вот один из таких факторов, немногие его оценивают. То есть, это показывает, решил ли сотрудник задачу клиента, либо нет. Вот. Если мы говорим про исходящие звонки, то тут все достаточно просто. Пять этапов, пять шагов в продажах. То есть, приветствие, выявление потребностей, презентация, отработка возражений и результат. Ну, то есть, закрытие сделки, закрытие разговора, закрытие контакта. За годы своей работы мы понимаем, что когда мы делаем исходящий звонок, он зависит от двух моментов. Пропустит ли нас секретарь на лицо, принимающий решение, если мы не общаемся уже сразу с нужным нам сотрудником. Просто мы стараемся базы подбирать сразу сегментированные, да, чтобы звонить непосредственно лицу, принимающему решение. Думаю, что вы тоже, многие из вас знают, как эти базы формировать. У многих у вас уже есть такие базы, вот. И когда мы звоним, допустим, нет прямого контакта, когда мы звоним через секретаря, тоже ни для кого не новость, что его задача отфутболить телемаркетолога, то есть, делать так, чтобы защитить своего директора, специалиста, чтобы ему не навязывали какую-то информацию. На самом деле, с этим можно работать, потому что люди состоят на 80% из эмоций, и как бы мы не были подкованы все и знаем, что вот звонит оператор колл-центра, или там звонит специалист холодных звонков, с этим можно работать. Есть разные варианты обхода секретарей. И, ну вот, опять же, на сегодняшний день, одна из самых эффективных, один из самых эффективных обходов, это если вы ссылаетесь на какие-то нормы. То есть, если вы работаете с каким-то продуктом, который связан с законодательством, вы выпускаете какой-то каталог, или то есть, что связано и делает отсылку на какие-то нормы, или так должно быть у всех, то вы пройдете секретаря 100%. Дальше я покажу кейс, покажу сценарий, где мы так делаем. Ну, никто не мешает вам создавать легенды, то есть, самим придумывать, что создавать важность на сегодняшний момент, что это важно, есть такое-то постановление, есть такой-то закон. То есть, на самом деле, легенды и какие-то придумки, они тоже все работают. То есть, может быть, слышали, есть такой тоже обход секретаря, Наташа называется. Никто не слышал. В общем, просто звоните, говорите здравствуйте, соедините с Натальей из отдела маркетинга. Ну, что за Наталья, что за вопросы. Наталья, она у вас работает маркетологом, мы с ней когда-то общались. То есть, ну, человек Наталья, Елена, Ольга, это очень распространенное имя. Вы либо попадете в это имя, либо, ну, человек начнет думать, а может быть, когда-то Наталья какая-то и работала здесь. Соответственно, 90% случаев секретарь переводит просто на отдел маркетинга, и вы решаете, ну, и оператор решает свою задачу, собственно говоря. Вот. Еще самая такая распространенная вещь, которой мы пользуемся, ну, создаем важность, да, то есть мы, допустим, часто звоним от каких-то проектов, связанными с государственным значением. Ну, то есть мы звоним по поручению какого-нибудь там министра, или, то есть можно что-то тоже такое придумать, что будет носить важность. И секретарь, он, как бы, не то, что я хочу, как бы, их обидеть, да, но просто это люди, которые выполняют определенную работу. То есть если внести вот этот момент в разговор, то, скорее всего, она вас переведет на нужного человека. А какова вероятность, что вы узнаете, что мы секретарю сказали об этом? Ну, понимая, тут самое главное просто не врать. Не врать, и можно... Сейчас говорите обратно, да? Создать легенду, да, то есть тут можно что-то придумать. Мы, на самом деле, были такие случаи, когда мы, допустим, говорим какую-то информацию, которая не является там стопроцентным. Мы говорили, что когда попадали на такого директора, как вы, мы, опять же, придавали важность и говорили, да, приходится немножко лукавить, чтобы с вами связаться, потому что это невозможно. Ваш секретарь идеально выполняет свою работу. То есть тут психология, общение и варианты могут быть абсолютно разные. Вот. Ну что, поехали дальше. Работа с лицами, принимающими решения. Но это тоже один из самых ключевых моментов, потому что шансов, опять же, если мы попадем на вас, я так понимаю, будет крайне мало. То есть надо быть четким, надо быть в тренде, то есть понимать, что мы предлагаем, как мы это говорим, собственно говоря, донести свою мысль, что мы хотим. Ну, на сегодняшний день, опять же, эффективность всех исходящих звонков, она заключается в следующем. Первое. Это база, куда мы звоним, звоним ли мы целевому клиенту, да. То есть если вы предлагаете дизель-генератор, ну, не нужно звонить компании, которая никогда его не купит и не использует его в своей работе. И, соответственно, второе. Это что вы предлагаете, да, то есть ваше уникальное торговое предложение, чем вы отличаетесь от конкурентов, то есть вы это все знаете, это все нужно грамотно простроить, чтобы, ну, человека просто не было шансов. То есть если вы позвонили техническому директору, и вы знаете, что его задача оптимизировать инструменты компании, делать так, чтобы до клиентов, до компании дозванивались. Ну, то есть если вы знаете, какую он задачу решает, и вы попадаете с этим решением к нужному человеку, то есть шансов у него, в принципе, не может быть. То есть он рассмотрит ваше предложение. Поэтому четкая, лаконичная презентация. Кто вы, что вы хотите, какие выгоды конкретно этот специалист получит. Потому что, опять же, мы говорим с человеком, не с компанией, да, то есть нужно ориентироваться на то, что это человек. И, соответственно, доносите до него четко информацию с вашими уникальными торговыми предложениями. Ну, по опыту, опять же, позвонить и сразу же предлагать, это тоже не вариант. Мы дальше тоже в кейсе увидим. Надо сначала выявить потребности, опять же, убедиться, туда ли вы позвонили. Там, не знаю, если вы торгуете сыпучими смесями, то попали на закупщика, говорите, я правильно понимаю, что вы отвечаете за закупку сыпучих смесей? Правильно. Скажите, а у кого вы сейчас закупаете? Можно начать ваше общение с вопросов. То есть, опять же, кого-то это введет в какой-то негатив, у кого-то это абсолютно нормально сработает, потому что закупщики, они привыкли тоже получать разного рода информацию. Вот, соответственно, что этот человек будет делать? Вот, независимо от предложения, естественно, он будет возражать. Есть 6-10% те, кто примут ваше предложение, будут слушать, задавать вопросы, вовлекутся, но остальная масса, она будет возражать, с ней нужно работать. То есть, нельзя так, здравствуйте, компания Infotel, вам нужны новые клиенты? Ну, не нужны, до свидания. То есть, нужно как бы отрабатывать все возражения, потому что, опять же, по опыту нашей работы, мы пришли к тому, что оператор, который не отрабатывает возражения, у него 1% заинтересованных клиентов. Оператор, который отрабатывает возражения, у него там на 2-3% больше заинтересованных клиентов. Дальше мы тоже это в кейсе увидим. Да, и если вы строите скрипт, обязательно приводите, вот по поводу конечных результатов, обязательно приводите любой скрипт к какому-то логическому завершению. То есть, что для вас это даст? Это очень полезная информация с точки зрения маркетинга. Ну, я не знаю, как вы будете это применять, как вы будете это выстраивать у себя в компании. Допустим, наши результаты, они при стандартном варианте, они все попадают в Excel. Excel потом можно залить в любую систему. То есть, наша стандартная работа, это когда мы берем базу в Excel, заливаем ее в наше программное обеспечение, прошлись по всем вариантам разговора и пришли к какому-то результату. В итоге все эти результаты мы получили в Excel. То есть, в Excel можно по фильтрам, допустим, отобрать. Какие компании отказались, то есть, результат, допустим, отказался, работает с конкурентами. Оператора, кстати, обязательно носить такие вопросы, с кем работаете, какой объем закупаете, то есть, какой функционал, допустим, вам дает этот конкурент. Потому что оператор, возможно, не отработает этого клиента, но по практике, придя к вам в компанию новичок, вы спокойно можете дать ему эту базу отказников, показать, что вот эти компании работают с конкурентом A, мы знаем, что на сегодняшний день они делают дороже, звони и предлагай дешевле. То есть, звони и говори, что вот вы, я знаю, используете такую-то продукцию A, мы можем вам предложить дешевле. Вы, да, вы сможете понять еще по поводу результатов, с кем работает, допустим, клиент. Если они с вами работали, уже не работают, оператор тоже должен эту информацию всю собирать. Соответственно, вы можете по фильтрам тоже проследить, по какой причине, допустим, клиенты сейчас с вами не работают, если они когда-то отказались. То есть, максимально выжимайте из всех результатов, которые получит телемаркетолог, максимум, полезность для вас. Это как выглядит наш сценарий. Опять же, я не знаю, как вы будете это все выстраивать у себя в своих бизнес-процессах. Ну, мы пишем сценарий изначально в Варде, дальше их программируем, заливаем наше программное обеспечение. Для исходящих звонков это инфра. Но сейчас мы перешли на Наумен. Наумен принимает входящие звонки, и скоро будем мы осуществлять с помощью Наумена. По поводу самой структуры. Наверное, это тоже важно, потому что, опять же, если вы даете структуру оператору, то нужно понимать, что вот как вы ему дадите эту информацию, так он ее и будет использовать. То есть очень важно, мы, допустим, делаем гиперссылки. То есть мы вопрос-ответ, вопрос-ответ гиперссылками. То есть оператор получает, допустим, какой-то ответ, он нажал на гиперссылку и попал на новую страничку. Соответственно, какую-то важную информацию мы подсвечиваем цветом, пишем, прописываем, где паузу он должен сказать, где остановиться. Ну, это не выглядит, то есть эта работа потом не будет выглядеть, как будто бы робот звонит. То есть это люди все обученные, протестированные, это люди действительно профессионалы в холодных звонках. Я думаю, что ваши люди, которые тоже начнут звонить, неделя, адаптация, дальше они будут использовать эту информацию просто как базу знаний. Вот, и это наш формат, да, сценарий. У вас может быть, я не знаю, каким угодно, как даже просто в Варде некоторые используют. Ну, допустим, давайте рассмотрим кейс по поиску клиентов. Цель у нас здесь, это B2B рынок, то есть клиент производит продукт, он производит услугу сертификации компании. Наша задача была найти клиентов, которые заинтересованы в сертификации ИСО. Ну, это практически всем клиентам нужно, да. Соответственно, оператор делал пресел, менеджер компании уже закрывал продажу. То есть схема, как правило, такая. Мы звоним, заинтересовываем, выявляем заинтересованность, формируем лид. Менеджер дожимает, закрывает сделку. Ну, вы видите, да, меня зовут Анастасия, с кем я могу поговорить по поводу разрешительной документации? То есть сразу предусматриваем, что будут какие-то барьеры, будут сопротивляться, будут спрашивать. Вот, о чем я вам говорила. Я звоню с Российского центра разрешительной документации. Можно так сказать, если вы являетесь членом какой-то ассоциации, там, в вашем бизнесе, если у вас есть какие-то сообщества, можно это немножко приукрасить. Это, в принципе, не запрещается, если мы хотим достичь какой-то конечной цели. Хочу обсудить вопрос в области обязательной сертификации и декларирования продукции и услуг, а также проведения специальной оценки условий труда. С вами могу поговорить по этому вопросу. Ну, допустим, секретарь нам говорит, нам это не нужно, неинтересно, сам решает, как бы, сертифицироваться им или нет. Оператор говорит, я понимаю, дело в том, что в настоящее время есть ряд документов, наличие которых обязательно для любого юридического лица. Мне необходимо проконтролировать наличие этих документов, поэтому соедините, пожалуйста, с руководителем или, соответственно, с лицом, для него это важная необходимая информация. Ну, то есть, опять же, ссылка на какие-то нормы, на законы, то есть, в принципе, предполагаем, что секретарь нас здесь пропустит. Пришли на лицо, принимающее решение. Опять заново выстраиваем диалог. Добрый день, я звоню по вопросам разрешительной документации. Меня зовут Анастасия, компания ИКС. Вам удобно разговаривать? Как я могу к вам обращаться? То есть, мы можем предположить, что мы не знаем имя человека. То есть, если у вас будут работать телемаркетологи, не менеджеры, повторюсь, прописывайте это, паузы и так далее. Сначала они будут это читать, дальше они будут просто на автомате это выдавать. Вот. Я хотела бы узнать у вас, оформляете ли вы сертификаты и декларации на свою продукцию или для своих клиентов? Ну, допустим, клиент сопротивляется, ничего не нужно. Оператор говорит, я понимаю, у вас рабочее время расписано по минутам, но могу я узнать, почему именно вам неинтересно? То есть, уточняем у клиента, почему он отказывается. Допустим, он говорит, ничего не нужно, потому что нет денег. Опять же, оператора вы видели, да? Есть все варианты возможных возражений. Они у вас есть, и ваши менеджеры их тоже прекрасно знают. Ничего не нужно, нет денег. Оператор говорит, я понимаю кризис, согласитесь, вам в любом случае необходимы разрешающие документы. А наши цены одни из самых низких по России. К тому же, у нас действительно гибкая система взаиморасчетов и специальная скидка до 50%, что позволит вам сейчас получить максимально выгодные условия, при этом быть уверенным в качестве предоставляемых услуг. То есть, тут вы просто прописываете все возможные отработки возражений, которые у вас уже работают и применяются, и не даете, опять же, шансов оператору, телемаркетологу слить разговор, то есть, чтобы каждое возражение было отработано. Вот эта штука сейчас очень популярная. Действительно, наши проекты по лояльности, допустим, за 2005 год, 2008-2009, просто выросли на 40-50% по отношению к тому году в плане проектов, которые направлены на лояльность, выявление удовлетворенности сервисам, услугами, или так называемый НПС его еще все называют, индекс удовлетворенности. Ну, тут на самом деле тоже такая же логика. У вас есть клиентская база, вам нужно выявить, как они к вам относятся, лояльны, нелояльны, как они вас оценивают, какую продукцию, допустим, они чаще всего закупают. Может быть, какая-то товарная линейка сейчас упала по продажам. Это все можно выявить с помощью этой программы лояльности. Опять же, есть разные способы, но один из самых эффективных – звонить человеку и общаться с ним, узнавать у него эту информацию. Опять же, это очень часто делает служба качества, это делает какой-то менеджер по продажам. Ну, допустим, у нас есть клиентская база, мы звоним, сначала попадаем, то есть мы представляемся службой качества по обслуживанию клиентов, компания X, соедините, пожалуйста, с Иваном Ивановичем, скажите, что звонит компания X. Ну, то есть, если вы обслуживаете этого клиента, они вас знают, скорее всего, трудностей никаких не будет. Но если будут, вы напомните, что вы обслуживаете сейчас эту компанию. Попали на лицо принимающего решения, объясняете, по какой причине вы звоните, что хотите узнать информацию, которая связана с качеством работы. Ну, вот здесь я подготовила немного… Ну, это реальный кейс, реальный клиент, просто нельзя разглашать, кто это. Ну, в принципе, это вот стандартные вопросы, которые могут быть в оценке уровня лояльности клиентов. То есть, насколько они удовлетворены, насколько цены их устраивают, сроки, ну, то есть все, что для вас является сейчас важным, вкладывайте в этот сценарий, но самое главное, чтобы он не был там длинным. Опять же, у нас были анкетирования, когда мы звонили клиентам, там, по 20 и по 30 минут, но это все нужно удерживать и работать с клиентом, то есть, если он вас особо не заинтересован, то он не будет с вами на линии 20-30 минут. Опять же, если у вас есть грамотные маркетологи, можно все это потом сделать из ПСС-отчет, вывести все в графике, составить рейтинги сотрудников. То есть, это огромная информация, с которой можно дальше работать. То есть, на сегодняшний день все, допустим, федеральные сети, гипермаркеты, просто розничные сети риэл, ритейл, они все пользуются этим инструментом. Да, купила бабушка колбасу, мы через какое-то время и позвонили, узнали, все ли хорошо. Это затратно, но это потом окупается в конечном итоге. Вы можете это делать, кстати, по своим ключевым клиентам. Они очень любят. Мы, допустим, НПС у Инфотелла делаем раз в месяц, не по одной и той же выборке. Допустим, выбираем каких-то 10 клиентов, которые нам интересны, их мнение на сегодняшний день, мы звоним и спрашиваем, как бы их обратную связь берем. Дальше. Кейс продажи. Тут стоит просто отметить, что продажу по телефону можно сделать только, если у вас короткая продажа, то есть короткий цикл сделки. То есть, если вы продаете какие-то системные интеграции, какие-то решения, или вы вендор, партнер, то есть это не получится, то есть продажу никто не сделает сразу по телефону, это нужно действительно попасть прямо в нужного человека. Но если вы продаете товары, услуги, у вас, допустим, сеть клиник, сеть салонов красоты, то есть если вы работаете с розничным клиентом, все реально, то есть продавать по телефону реально, продать продукт, товар, либо встречу. Мы работали с лигой футбол, наш футбол, через Ростелеком звонили. Ну, телеком и самое распространенное, потому что больше всего заявок по телефону, больше всего продаж делается на интернет, телевидение, цифровое ТВ, то есть то, что нужно практически каждому. Здесь пример продажи цифрового телевидения. Опять же, вот можете сфотографировать, отработка возражений, то есть не прощаемся с клиентом, не оставляем его возражения. То есть задача, мы позвонили, наша задача продать, всеми путями, потому что оператор, наш клиент платит за это деньги. То есть если мы растягиваем это все в несколько звонков, мы менее эффективны и рентабельность этого звонка, она крайне низкая. Вот. Так, позвонили, человек нам отказывает, мы ему спрашиваем, по какой причине. Ну, для таких проектов мы стараемся подбирать сегментированные базы. Допустим, если это футбол, стараемся подобрать по гендерному признаку, позвонить сразу мужчинам. Да, то есть эффективность этого будет намного выше. Если мы предлагаем прийти в салон красоты на бесплатную какую-то процедуру, это женщина, да, можем даже возрастную категорию подобрать. То есть в принципе это все реально, на рынке все это есть, вот, и можно этим пользоваться. Где эта база мужчин? Вообще, мы за 12 лет накопили свою базу. У нас база по всей России, по всем отраслям. Есть база физических лиц, вот, но есть такая штука, как персональные данные. Поэтому, если вас это заинтересует, я бы потом отдельно об этом расскажу. НДА подписываем в договоре, базу потом уничтожаем. то есть в принципе она нам не нужна. Ну, у нас практически она вся есть. Все ваши звонки синхронизируются с нашей СРМ. Мы перестали с вами работать и хочется посмотреть, что вы выполняли по нашим клиентам, контактам, лидам. Мы можем практически сразу интегрироваться, то есть мы можем сразу, да, да, то есть мы можем заранее синтегрироваться и все данные будут попадать в вашу систему. Да, с Битриксом мы, кстати, интегрируемся. Ну, это уже кейс у нас по горячим линиям, где цель приема звонка, сбора информации, ну, это самые, не то чтобы сложные проекты, но они действительно ответственные, потому что мы берем имидж компании, ну, и в принципе любой сотрудник, который принимает звонки, опять же повторюсь, вы ему настроили систему, вы сделали определенный уровень сервиса, то есть он должен там принимать в течение 20 секунд звонок, и если он не знает, что говорить людям, как его вести, это ни к чему не приведет, то есть никакого результата не будет. Здесь кейс одного из строительных гипермаркетов, федеральная сеть, там очень много вопросов, и клиент решает различные задачи, да, то есть он информирует клиентов об акциях с помощью, да, горячей линии, он информирует о том, как сделать заказы, дает информацию об остатках и наличии товара в тех или иных магазинах, работа здесь ведется жалобами, то есть опять же, мы все, что можем донести до человека, все, что делает ваш человек каждый день, это все можно структурировать, все вопросы просмотреть, прописать, и внести в сценарий телефонного разговора, то есть вопрос и ответ. Ну, тут одним из блоков является работа с жалобами, то есть, ну, опять же, если это не Beeline МТС Мегафон, где наш звонок с вами не так важен, да, для них, если вы действительно, вот как приводился пример, один звонок, там, один лид стоит 15-20 тысяч рублей, просто нет шансов, чтобы как-то плохо отработать этого клиента, не дать ему информацию, тем более, если он жалуется, ну, допустим, по пятерочке мы принимаем каждый день просто тысячи жалоб, так, просроченная колбаса, там, еще что-то, ну, просто с этим надо работать, то есть, оператор должен вежливо брать информацию, говорить о том, что его проблема будет решена, и говорить обязательно, как его проблема будет решаться, то есть, мы все жалобы эскалируем в ЦРМ-систему нашего клиента, и дальше они там по определенному регламенту с ней работают, но мы обязательно доносим до клиента, что его проблема решится в такой-то срок, будет сделано то-то, ему позвонить то-то, то есть, это тоже все прописывается в сценарии, и оператор на выходе дает нужную вам информацию клиенту. Ну, в принципе, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать, хотела просто показать принцип построения таких звонков, да, то есть, понятно, что тема очень глубокая, отработки возражений, это разные продукты, разные цели и задачи у каждого, вот, разные аудитории, базы, просто если вы будете писать скрипт, проще, наверное, писать вот таким способом, и дальше заливать в вашу систему, там, программное обеспечение, с чем вы дальше работаете. Построение примерно вот таким образом. Продолжение следует...